Был у нас однажды забавный случай с китайцами, легкий языковой барьер русского языка они не понимали, английский они понимали тоже с трудом. Однажды на маршруте моря Геродота они заплыли в такие густые кусты, не могли оттуда выбраться. Инструктор им командовал на английском left-right, left-right, но они никак не понимали, куда им надо грести. Ну, в общем, пришлось инструктору самому пересаживаться в лодку, цеплять их лодку для того, чтобы вытащить из этих кустов. В последнее время сплав на байдарках стал очень популярен среди белорусов с разных уголков Беларуси. Также к нам приезжают россияне, приезжали китайцы. На байдарках я катался уже неоднократно, и это мой уже восьмой сплав в этом сезоне. Обожаю море Геродота, одно из самых лучших вообще впечатлений на байдарках в Беларуси, которые вы можете получить. Я родилась и выросла на Полесье в Столинском районе, но так получилось, что на байдарках никогда не сплавлялась. И вот сегодня ко мне приехали в гости друзья со Смолевического района, и мы с мужем решили попробовать новый для себя вид отдыха. И вот приехали все вместе посмотреть на красоту Полесье под новым для себя углом и познакомить своих друзей с Полесьем. Думаю, что будет очень классно, правда, ждем больших эмоций. Сейчас мы находимся на разливе Припяти. Один раз в 10 лет бывает самый крупный разлив, который был и в этом году. Этот разлив Припяти называют морем Геродота. Название моря Геродота это метафора, очень красивая легенда. Существует эта легенда в таком варианте. В пятом веке до нашей эры Геродот некогда побывал на Полесье, увидел большое море воды, и с тех пор это называется морем Геродота. Существует мнение, что Геродот сюда не заплывал и не путешествовал, и о наличии большого озера он знает со слов племен и народов, с которыми он общался на побережье Черного моря. Те же племена, которые ему об этом рассказали, могли приплывать сюда по Днепру с торговыми какими-то вопросами. И рассказали о том, что существует здесь гигантское озеро, окруженное болотами и тростником, где местные племена ловят рыбу, бобров и других зверей. Если бы Геродот сюда заплывал, он обязательно бы описал свое путешествие, описал бы народности, которые населяли эти земли. И скорее всего в своих трудах Геродот упомянул вот этот большой водоем со слов тех племен и народов, с которыми он общался на побережье Черного моря. Наш маршрут моря Геродота начинается в деревне Переров, проходит через зливы Припяти, которые бывают весной, проходит через пойменные заливные дубравы, через затопленные дубы и вовые леса. Иногда мы выходим на Припять в хорошую погоду и возвращаемся в Переров. Маршрут моря Геродота в первую очередь привлекает туристов с живописными пейзажами. Необычностью сплава по большому объему воды, через затопленные леса и дубравы. На байдарках можно покататься в любое время года. Сезон начинается с ранней весны, когда начинается разлив Припяти и продолжается в течение всего лета до осени. Мы рекомендуем кататься весной, когда разлив Припяти по самому красивому маршруту моря Геродота, так называемому. И летом есть еще сплавы по Ствиге, по Припяти и другим рекам. Средняя продолжительность маршрута 3-4 часа, но на самом деле мы иногда маршруты делаем разной продолжительности по запросу туристов от 2 часов и более. Некоторые маршруты могут продолжаться и 6-7 часов. Здесь справляются и новички, и дети. Наши инструктора всегда проводят очень тщательный инструктаж по управлению байдаркой и с управлением справляются каждый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова